Друзья, всех приветствую! Меня зовут Куликова Юлия, и я рада, что вы смотрите мои видео. Если вы смотрите данное видео, то значит, либо вы аукционный брокер, либо вы только начинаете разбираться с миром торгов. Данное видео записано у нас вообще не просто так, и это будет первое-первыхое видео, с которого я начну вести свой телеграм-канал. То есть, да, Инстаграм это очень круто, классно, но мне все-таки хочется больше писать, больше говорить. Инстаграм мне такой возможности не дает, не позволяет, поэтому это видео будет первое, которое опубликуется в телеграме. Итак, тема нашего видео это изменения, которые вступили в законную силу с 1 января 2022 года. А именно, что у нас за изменения? Я сегодня покажу прям большой-большой такой обзор площадки, новой площадки, которая еще работает пока в тестовом режиме, но уже работает, уже приносит неплохие результаты. Там есть плюсы, да, то есть обзор старой площадки я делать не буду. Итак, самое главное, что за что мы боролись, да, то есть какие наши самые главные были проблемы именно у брокеров. Первое, это отсутствие перечня электронно-торговых площадок. То есть раньше аукционный брокер покупал большую электронно-цифровую подпись, универсальную, которая работала на все площадки и стоила она достаточно большую сумму, то есть около 30 тысяч рублей, для того, чтобы работать на всех площадках. Нас услышали, нас поняли и нам сократили перечень площадок. Это огромный плюс. Также нас коснулись изменения. Это аренды, это исполнительного производства и это земельного кодекса. Плюс 178 федерального закона, это приватизацию, также коснулись изменений. И давайте мы сейчас прям более подробно будем с этим разбирать. Итак, давайте еще раз. С самого начала, с 19 ноября 2020 года у нас Минцифры передали свое правление федеральному казначейству. То есть федеральное казначейство у нас стало работать и отвечать за муниципальные торги. То есть все то, что происходит на площадке торги ГОФРУ, теперь у нас отвечает именно муниципальное казначейство. С 1 января 2022 года казначейство собирало всю информацию, смотрели приказы ФАС, что там было, какие жалобы на что. То есть в течение года они смотрели, собирали и вот они нам внесли изменения. Еще раз напомню, с 1 января 2022 года новые изменения. Новые изменения вступили еще не на все, пока еще часть работает в тестовом режиме. Но с 1 октября 2022 года абсолютно все, все торги перейдут на новую площадку с новыми правилами, с новыми регламентами. Соответственно, новеньким брокерам я хочу пожелать удачи и терпения, потому что это будет достаточно сложно разобраться с муниципальными торгами. Если вы будете разбираться без наставника, если вы будете разбираться с наставником, то в этом случае проблем и трудностей у вас не будет. Итак, давайте, наверное, мы перейдем сначала к обзору новой площадки, потому что нам важно понимать, что же все-таки изменилось, потому что я проводила опрос и часть из вас, да, то есть больше, ну там 50 на 50, 50% уже пользовались новой площадкой, 50% еще не пользовались. Итак, давайте перейдем на сайт торги GoFru и посмотрим, что у нас там новенького изменилось. Итак, мы с вами переходим на сайт торги GoFru. Самый первый он у нас показывает, переходит и что мы здесь сразу видим? То есть мы видим, что у нас изменилась обложка, да, то есть раньше у нас был такой синий фон с гермом, теперь этого нет. И мы сразу видим торги Российской Федерации, недвижимость, земельные участки, транспорт и другое. И также мы здесь что видим? Что у нас есть новая версия сайта и старая версия сайта. Новая и старая версия сайта. Старая версия сайта будет работать до 1 октября 2022 года. То есть в период с января по октябрь будут работать две площадки, это новая версия и старая версия. Если мы кликнем по старой версии сайта, то нас перебросит на наш уже знакомый сайт, с которым мы работали. Ну я не знаю, новенькие работали, не работали, но старые брокеры работали, опытные брокеры и как бы все. То есть вот мы привыкли видеть все вот в таком формате. Какие здесь у нас были минусы, да, то есть давайте с вами вспомним. У нас не были утверждены по аренде, да, то есть правила, как арена проходит в электронном, бумажном виде, такого не было. В поиске нам было не очень удобно работать. И плюс, также в исполнительном производстве тоже не был утвержден список площадок. Итак, давайте мы кликнем по любому, то что нас заинтересовало, допустим, что в аренду. Допустим, приватизация. Ну просто приватизация. Как только мы кликнем по одному из видов торгов, что мы видим? Нас опять перебрасывает и дает нам возможность зайти в новую версию сайта и в старую версию сайта. То есть торги могут публиковаться и там, и там. На текущий момент мы мониторим и там, и там. Но нас интересует именно новая версия сайта. Они работают на одном домене, так что вы не запутаетесь и не потеряетесь. Также регистрироваться здесь не надо. То есть вы можете находиться дома в офисе. У нас все это также осталось. Лоты публикуются абсолютно спокойно. Мы здесь теперь видим, что у нас в нашей России написано ГИС торги. Торги, реестр договоров, законодательство о системе службы поддержки. То есть пока все работает в тестовом режиме, может что-то у нас не работает еще. Но в любом случае вы это сможете в службу поддержки написать и они вам помогут. У нас здесь есть торги. Если мы кликнем по торгам, мы сразу что видим? У нас открылись категории. То есть в старой версии сайта у нас не было категории. Здесь мы видим транспорт. У нас поделили, да, прям спецтехника, запчасти, годные остатки транспортные, иной автомобиль, и мототехника. Недвижимость тоже у нас поделили. Очень большой плюс. Земельные участки поделили. Прочие имущества мы теперь можем выбрать, а не искать из большого перечня то, что нас интересует. Это акции доли, право пользования лицензии и государственное частное партнерство. Но нас интересует этот транспорт, недвижимость и земельные участки на текущий момент, потому что там больше всего прибыли. Ну и прочее имущество тоже, потому что оно в обращенном продается. Дальше. Если мы немножко спускаемся вниз, что мы видим? Что у нас аренда и продажа земельных участков, аренда безвозмездное пользование имуществом, то есть мы это видим, да, что разделили. То есть аренда и продажа земельных участков отдельно сделали, аренда безвозмездное пользование тоже прям сделали нам вот такие вот удобные виды торгов. Продажа имущества и реализация обращенного в собственность имущества государства. Тоже нам это разделили, безумно стало удобно. Ну, допустим, нажимаем «Реализацию обращенного собственности». Что мы видим? У нас меняется полностью интерфейс. Слева от нас у нас будет поиск по реестру. Здесь вы можете забить интересующий вас лот, можете забить, например, регион и так далее. У нас есть субъект местонахождения имущества. Пускай мы выберем Московскую область. Пускай будет Москва, мы выбираем. И здесь у нас есть вид торгов. На текущий момент их пока еще 4. То есть 4 перенесли обязательно. Но с 1 октября 2022 года у нас полностью-полностью все торги переходят на эту площадку. То есть мы можем здесь галочку поставить, если нас, например, интересует полностью все имущество, которое продается в том или ином регионе. Мы также можем здесь выбрать форму проведения. То есть электронный аукцион, публичное предложение, продажи без объявления цены, электронный конкурс, прямая продажа. Здесь мы можем выбрать организатора торгов, если он нам известен. Параметры лота, которые нас интересуют. Вплоть до цены мы с вами можем выбрать, хотя такого раньше вообще не было. То есть брокеры прям мучились. Извещение, жалобы. Плюс еще в чем у нас здесь? В том, что у нас появились фотографии, которые мы можем сразу посмотреть, не просить, не искать. Организатору торгов дайте нам фотографии, дайте нам что-то. Если есть у организатора торгов, он обязан здесь их разместить. И вот мы можем их прям оценить, посмотреть, что есть на текущий момент, в каком состоянии. Здесь мы сразу видим площадку, когда торги, да, то есть сведения о лоте. И здесь мы можем посмотреть документы, которые есть. Если нас будет интересовать что-то больше, то в этом случае мы можем связаться уже с организатором торгов и попросить организатора торгов дополнительно предоставить нам еще дополнительную информацию. Но в целом, в целом, плюсы коснулись и площадка поменялась. Это плюс, очень удобно, очень искать машины удобно теперь. Недвижимость, те же самые земельные участки. Мы сразу видим, что это земельные участки, сельхоз, назначение ЛИЖС, да, то есть все это у нас уже прописано и открыто. И плюс, если мы нажимаем выйти, да, то есть многие брокеры знают, если они нажимают выйти, их очень часто перебрасывало заново. Им приходилось нажимать в процессе подачи заявок и так далее. И теперь давайте проговорим в общем вообще, что нас коснулось и для чего. То есть какие были самые большие боли? В том, что у нас было очень много бумажных торгов и непонятно было, где участвовать онлайн, где оффлайн, где нужно бежать с бумажками, где не нужно. То есть вот это была прям боль. Была боль, что не было фотографий никаких, то есть нам нужно было искать, звонить и тратить очень много времени. Тоже это изменили. И плюс у нас было много разных видов торгов, да, то есть, например, продажи публичным предложением, торги без объявления цены. И вот на текущий момент вообще казначейство хотят отменить все виды торгов и оставить только аукцион. Пока есть все виды торгов, не знаю, изменятся они или не изменятся, но будем ждать этого результата. И боль была в том, что мы не знали, сколько нам проходить аккредитации, на каких площадках, где покупать электронную цифровую подпись, потому что перечень площадок не был установлен. И вот эти изменения уже вступили в силу. И давайте мы с вами посмотрим, какие площадки. То есть вообще у нас есть 8 федеральных площадок. Опытные брокеры уже знают об этих площадках, и повторять мы их не будем. И вот теперь мы будем работать с 8 площадками, и нам подойдет самая обычная, самая недорогая электронная цифровая подпись, которая стоит 5000 рублей для того, чтобы работать на муниципальных торгах. Я считаю, что это круто. Но не будем забывать, что до 1 октября у нас еще там есть старая версия сайта, где список площадок не утвержден. Итак, что самое главное у нас изменилось? В 67 приказе ФАС это аренда и продажа недвижимого имущества, недвижимого и движимого. Помните, это самый первый вид торгов у нас был. Что у нас там изменилось и от чего мы отказались? Полностью отказались от бумажной формы торгов. То есть мы полностью отказались от бумажной формы торгов, не мэточник, а значительство, и перевели все торги в электронную форму. Хотя и до этого организаторы торгов по аренде проводили торги в электронной форме, но просто 67 приказом это никак не было регламентировано. И когда люди писали ФАС, ФАС был на стороне организаторов торгов, поскольку это не ограничивает конкуренцию. Итак, теперь у нас в аренде торги в бумажной форме. Все, что на новой площадке, у нас полностью исключено. У нас определен перечень электронно-торговых площадок. Это 8 федеральных площадок. Также у нас предусмотрены интеграции с электронной торговой площадкой, что мы на электронной торговой площадке можем кликнуть одну кнопочку и нас перебросит на лот. И также у нас есть перечень договоров, то есть кто заключал, когда заключал, полностью архив нам здесь будет уже доступен. Это очень круто, что мы можем этим воспользоваться. Теперь, следующее. По земельному кодексу, да, то есть по земельному кодексу у нас также вступили изменения. То есть также отказались от бумажных торгов, которые были. Электронные торги, да, тоже проходили. Это земельным кодексом не запрещено, но перечень площадок не был установлены. Теперь у нас перечень площадок полностью установлены. И также все торги перешли исключительно в электронный вид. И следующее, то что нас интересовало, торги по исполнительному производству. То есть это продажи по 229-му и 102-му федеральному закону. Что здесь у нас изменилось? То есть у нас также торги могли проводить в бумажной форме, как проходил аукцион, да, то есть он мог в нескольких вариантах проходить, тоже никак это не регламентировано. И где публиковалась информация по прямой продаже, да, то есть когда имущество малоценное, когда оно стоит менее 30 тысяч рублей, это должен был организатор торгов где-то там публиковать на какой-то площадке, но никто это никогда не видел, это надо было созваниваться, искать, это муторно и так далее, да. То есть сейчас это полностью с этим убрали. Итак, у нас ввели так же, что сейчас у нас только электронные торги, но они начнут действовать только с апреля месяца. С 1 апреля по исполнительному производству у нас должны перейти на электронные торги, то есть от бумажной формы мы также отказываемся. У нас наконец-то также утвержден перечень площадок по электронно-торговых площадок. Их также 8 площадок, с которыми мы теперь будем работать. И теперь организатор торгов с 1 апреля должен будет обязан, что сделать? Правильно, создать сайт, где он будет публиковать малоценные лоты. Итак, друзья, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Надеюсь, данный обзор будет вам полезен и будет ниточкой, будет вашим плюсом, чтобы начать работать еще больше с муниципальными торгами, потому что все, что не делается, все делается для нас, в нашу сторону, чтобы люди могли больше участвовать в торгах и больше имущества выкупать. И это с каждым годом только улучшается. Я надеюсь, видео было вам понятным. И если видео было вам понятным, интересным, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что пишите свои вопросы, я буду на них отвечать. И мы будем с вами чаще видеться. Всем пока-пока!